Музыка Обеспечение безопасных условий функционирования объектов ядерно-оружейного комплекса, военно-промышленных комплексов страны, военных объектов и прочее, прочее, прочее. Это является главнейшей задачей. И в рамках ее реализации мы должны обеспечить устойчивое функционирование этих объектов раз и не допущение их остановки, нарушения деятельности следствия, допустим, преступных посягательств третьих лиц. В Заречном прошел семинар совещания руководителей органов внутренних дел закрытых административно-территориальных образований и особо важных и режимных объектов. Помимо полицейских в нем приняли участие представители госкорпорации «Росатом», Федерального космического агентства, Министерства промышленности и торговли и Министерства обороны. В течение двух дней собравшиеся обсуждали особенности выявления преступлений в сфере оборонно-промышленного комплекса, внедрения и использования нового оборудования и технологий, противодействия незаконному обороту ядерных материалов и радиоактивных веществ. Участники встречи признали такой формат эффективным и решили использовать эту форму работы для обмена опытом в дальнейшем. Это программа «За неделю», я Егор Гурин, и вот о чем еще расскажем вам сегодня. От блондинки за рулем До водителя главы администрации Автолюбители и водители-профессионалы А также механики и те, кто связан с транспортом Все за идею работают Отмечают день автомобилиста Новый плавательный бассейн С этой стороны спортсмены будут выходить на соревнования Воды хватит и чемпионам, и новичкам Мы попадаем в помещение малого бассейна Для любителей спорта здесь будет все Полупрофессиональные тренажеры И даже раздвижная крыша Можно будет прийти, загорать, отдохнуть Новые контейнеры, новые правила В один контейнер выбрасывается пластик, во второй твердые бытовые отходы В городе устанавливают современные мусоросборники Три куба мусора вмещают Как правильно выбрасывать отходы, теперь знают даже дети Приходим с спектаклями, с беседами Великий и могучий Дезель с матерацией, прещу и мужиков Где могут научить плохому Есть хорошее место под названием детский садик Невоспитанность или национальная особенность Секрет мата русского еще не расшифрован И когда переходят с русского на русский Прорвало, накопилось На этой неделе в нашей стране отмечают, пожалуй, самый массовый профессиональный праздник День автомобилиста Им, по данным Росстата, может считать себя каждый четвертый россиянин Тот, кто работает в транспортной сфере И тот, кто просто каждый день ездит на своем автомобиле на работу Жизнь без машин сегодня мы, пожалуй, вряд ли сможем себе представить Хотя еще 40 с небольшим лет назад, в 1970-м, на тысячу человек в Пензенской области приходилось три автомобиля В 2012-м на ту же тысячу уже 224 И эксперты отмечают, за последние пять лет удвоилось число женщин за рулем В крупных городах автоледи уже 40% Ну, хотя, чего удивляться, ведь именно женщина была одним из первых водителей Ее звали Берта В 1888 году она взялась осваивать изобретение своего знаменитого мужа Карла Бенца Первый в мире самодвижущийся бензиновый экипаж И с тех пор понеслось и поехало Эта девушка исключение исправил, и анекдоты про блондинку за рулем не про нее Инна Трофимова, профессиональный автогонщик и будущий инженер Автомобилист-эксплуатационник Я могу и ездить, и ремонтировать, и проектировать Ну, все, что связано с автотанспортом Лет в пять девушку за руль гоночного карта посадил отец С тех пор коллекция спортивных наград Инны регулярно пополняется кубками и медалями У нее есть права категории А, Б и удостоверение тракториста Сейчас мечтает получить права на управление грузовиком и защитить диплом в институте Говорит, учеба дается ей легко У меня 20 человек в группе, и я одна единственная девушка Да И как? Замечательно В теплую погоду в институт Инна ездит на мотоцикле Иш-спорт 79-го года выпуска они восстановили вместе с отцом Теперь сложно сказать, что сильнее привлекает внимание окружающих Двухколесный раритет или его хозяйка Сначала мотоцикл То есть первым делом обращать на мотоцикл А потом уже начинает искать хозяина А кто хозяин, дайте на него посмотреть То есть да, уже потом начинается взгляд на меня переводится Начинается, как ты с ним справляешься Первый вопрос, как ты его заводишь Запускаешь двигатель Потому что он очень агрессивный в этом плане Он двигается, то есть в обратную Ну, приучил Я его хитрыми опять-таки Спасибо моим друзьям Можно даже сказать институту Мы переделали систему сжигания И он перестал двигаться После института девушка планирует найти работу в автомобильной отрасли Но, говорит, по сравнению с парнями Добиться успеха будет непросто Есть мнение, что женщине не место в гараже Впрочем, говорили, что и за рулем им делать тоже нечего Однако мужчин на дороге барышни все-таки потеснили Просто, как и в любом деле, нужен талант Нужно понимать, как это устроено, как это работает Как может работать Какие неисправности Как пути Как можно исправить эти неисправности Ну, я думаю, не каждый Потому что сейчас Люди интересуются другими вещами И даже никто Даже обычный автолюбитель Уже сам перестал обслуживать автомобиль Он проще ему загнать на станциях обслуживания Там ему сделают И он руки не испачкал Какой-то человек ест, допустим, пирожное Он получает от этого удовольствие Также я, например, еду Я тоже от этого получаю удовольствие Андрей Герасин, пожалуй, самый важный водитель в нашем городе Он возит главу администрации Заречного Это сейчас у него комфортабельная иномарка А начинал, как и большинство водителей С советского автопрома Первая, это была Волга ГАЗ-3110 Черненькая такая у меня была, чернушка Очень хороший такой автомобильчик попался Вот только вот они начали выпускать Было это 2000 Так, 1998-1999 год Главу администрации он уважительно называет шефом С ним он не первый год Мы еще с Вячеславом Владимировичем ездили на Волге У нас еще Волга была Мы ездили в Кемерово на ней То есть по работе ездили в Кемерово в командировку Это была самая такая дальняя поездка Мы добирались туда три дня Вот, и три дня обратно ехали Характер и привычки своего шефа он давно выучил Но от невинного вопроса, какую музыку предпочитает слушать в пути его пассажир Из соображений профессиональной этики вежливо углонился Мол, к делу не относится Вот и водитель городского автотранспортного предприятия Александр Раваев Тоже немногословен О своей работе рассказывает Зержина, хотя и не скрывает Рад, что ему доверили новый автобус Обзорность хорошая Сидишь высоко Зеркала большие Комфортабельная кабина, легкий руль, автоматическая коробка передач Об удобстве водителя здесь подумали в первую очередь Ведь от этого зависит и безопасность пассажиров Получается, как автобус, это твой второй дом Ты, когда садишься с него, ты, не знаю, полностью в него вливаешься И управлять как-то становится, ну, легко Работа Александру нравится, хотя есть и недостатки На Новый год бывает, первого числа выходишь с утра Вроде все отмечают праздники, а тебе приходится ложиться упасть пораньше Автобусы в гараже практически не простаивают За полтора года Лиазы, подаренные горожанам на 55-летие Заречного Проехали почти 100 тысяч километров Это система, это схема такая Мы таки должны работать, автобусы не должны простаивать То есть на каждом автобусе, на каждом маршруте по два водителя То есть они работают через день, ну, включая техническое обслуживание Поэтому мы максимально загружаем транспорт, чтобы он как-то эффективно работал За год предприятие перевозит около 4 миллионов пассажиров А суммарный годовой пробег транспорта предприятия составляет около 3 миллионов километров По расстоянию это как пять раз летать на Луну и вернуться обратно Такое даже самая надежная техника вряд ли выдержит Ломается, значит работает То, что техника, которая не ломается, значит не работает У нас, видите, сам новый автобус стоит Небольшая поломка, но мы все исправляем, все умеем В автотранс Александр Дрянин пришел сразу после института Вакансию механика ему предложили в городской службе занятости Ну как тут прижился И вообще автобус, большая техника, она к себе располагает Для слесарей и механиков ремонтной мастерской, кажется, невыполнимых задач нет Здесь готовы взяться за самые безнадежные случаи У нас есть посты, моторный участок, слесарный участок, есть цех ГМП Здесь никогда не скучно Здесь каждый раз что-то новое Не бывает такого, чтобы день как день Никак на заводе встал к станку и точишь ты одну деталь 50 лет Грубо говоря Нет, здесь каждый день что-то новое Нужно что-то решать, куда-то бежать, что-то заказывать Без интереса здесь никак Все за идеей работают Сейчас на самом крупном транспортном предприятии города работают около 450 человек А в парке автотранса более 120 машин Мы ожидаем приобретения до конца года еще четырех новых машин Город участвует в программе федеральной По обновлению парка автобусов для использования населением Которое имеет малоподвижный образ жизни То есть те с ограниченными возможностями Поэтому мы участвуем в этой программе И в этом году участвуем по четырем автобусам И на будущий год будем участвовать С каждым годом автомобили становятся все совершеннее Появляются новые системы безопасности Внедряются новые материалы и технологии И даже уже изобрели машину, которой не нужен водитель Однако говорить о том, что профессия вымирает, еще рано Желающих получить водительские права И присоединиться к сообществу автомобилистов С каждым годом становится только больше Даже знаменитая ни пуха ни пера Они переделали на свой лад И желают друг другу ни гвоздя, ни жезла Всем успехов, здоровья и удачи С праздником! Шофера не сделать и шагу не сделать Покупки в буневермагах Не сделаем себе трехэтажную дачу Мы все без него пропадем Однозначно В Заречном скоро появится уникальное спортивное сооружение Готовится к сдаче бассейн в 18 микрорайоне Рабочие уже закончили монтаж системы вентиляции, отопления, водоснабжения и электричества Скоро начнется внутренняя отделка помещений А особенность здания в раздвижной крыше, которая накрывает 50-метровую чашу бассейна Над мобильной кровлей сейчас трудятся французские специалисты Предполагается, что летом закрытый бассейн будет трансформироваться в открытый То есть посетители смогут не только поплавать, но и позагорать О том, какие еще возможности предоставит строящийся спортивный объект Мы говорим с директором специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва «Союз» Александром Додоновым Александр, многие жители города, проезжая мимо стройки, видят, что здесь строится бассейн Видят, насколько фасад его яркий и красочный, но никто не бывал внутри Я думаю, что сейчас наш телезритель находится здесь впервые И хотелось бы, чтобы вы рассказали, каким будет бассейн, когда закончится здесь строительство Да, вы правы, что фасад получился яркий, красивый Даже, мне кажется, в стиле Олимпийских объектов, которые проходила Олимпиада у нас в Сочи Фасад в этом же стиле как бы оформлен Но экскурсию, думаю, мы начнем с входной группы И сразу попадаем в холл бассейна Просторный холл, где будет оборудовано, как и во всех спортивных сооружениях, гардероб У нас с этой стороны планируются, по крайней мере, места для ожиданий, для посетителей, для родителей Здесь несколько служебных помещений Это помещение для службы охраны осуществляться будет Одно помещение будет под магазин спортивного инвентаря для плавания, ну и для других видов спорта Ну вот сейчас мы находимся, в принципе, в той точке, откуда все посетители будут идти по основным местам занятия Если в эту сторону пойдут у нас посетители в коридор, там попадают они в раздевальное помещение большого бассейна И вот если мы сейчас прямо пойдем, здесь мы попадаем в раздевальное помещение малого бассейна Для детей Да, детский плескательный бассейн будет предназначен как и для ознакомления детей дошкольного возраста с водой Так и для обучения плаванию уже младших там школьного возраста и дошкольного возраста детей Давайте посмотрим, этот основной коридор, в котором посетители будут проходить бассейн Да, взрослое население, дети, подростки проходят по этому коридору и попадают, значит, у нас в мужскую раздевалку С этой стороны будет находиться и дальше у нас будет женская раздевалка Это для посетителей большого бассейна? Да, это для посетителей большого бассейна Здесь они переодеваются, готовятся и выходят на большой бассейн у нас Мы попадаем в помещение малого бассейна Как я уже сказал, бассейн это детский плескательный или для начального обучения плаванию Ну вот, если мы посмотрим на форму Да, форма Да, этого бассейна малого То вот проектом предусмотрена, как бы, ну, неправильная форма А немножко такая у нас закругленный, как бы, бортик получается Здесь у нас будет предусмотрены два порчня по краям бортиков бассейна Где будут у нас заниматься детишки Также сюда предусмотрено оборудование для обучения плавания Для игр на воде Этот бассейн, он также предназначен для всех жителей города Вот, конечно, удобно будет в этот бассейн ходить тем жителям, которые находятся на 18 микрорайоне Вот, а, в принципе, для всех жителей нашего города, для всех детей Также какие-то будут проводиться занятия для общеобразовательных школ Здесь проводятся мероприятия, какие-то дни здоровья на воде Можно будет и семьи посещать Вот в этом месте, в будущем, когда будут проводиться какие-то спортивные соревнования Будет у нас информация для спортсменов Где, какие у кого заплывы, номера заплывов И здесь будем формировать заплывы И с этой стороны спортсмены будут выходить на стартовую сторону Вот, выходить на соревнования Здесь, значит, у нас поднимаемся на второй этаж И попадаем как бы в холл тоже второго этажа Есть у нас там два зала сухого плавания И зал атлетической гимнастики, тренажерный зал Вот мы поднялись на второй этаж И с правой стороны здесь у нас как бы предусмотрен конференц-зал Который будет предназначен для проведения, ну там, общих собраний Также здесь будут как бы обсуждаться те выступления на соревнованиях спортсменов Сюда предусмотрены мультимедийные оборудования современные Вот, с экраном, который будет проектироваться на экран Можно будет также, ну, изучать и технику плавания Смотреть, какие-то ошибки выявлять То бишь, тренеры могут всю группу привезти сюда Показать им каких-то, показать лидеров пловцов в нашей стране Или мировых лидеров Показать им технику Здесь планируется тренажерный зал Вот, также предусмотрены оборудования Полупрофессиональные тренажеры Для занятий атлетической гимнастикой Вот, для развития общей физической подготовки Вот, специализированный будет зал такой Где будут заниматься и Те, кто у нас учебные тренировочные занятия проходят по плаванию И жители города также будут получать В качестве услуги такой вот Приходить и заниматься в свободное время Вот, предоставляется для всех жителей И также города для занятий атлетической гимнастикой Еще предусмотрено два зала Вот, специализированных залов для зала сухого плавни Это чисто для пловцов Вот, тоже для них у нас предусмотрены специализированные тренажеры Вот, ВАСАПРО современные такие Вот, мягкие покрытия различные для развития гибкости и так далее Ну, и самое главное Самая главная большая чаша бассейна Ну, вот, изюминкой этого бассейна, конечно, будет Раздвижная крыша Вот, и в межсезонье Ее можно будет открыть Вот, также предложить отдых жителям нашего города Как бы посещать этот бассейн в летний период времени Вот, можно будет прийти, позагорать, отдохнуть И одновременно с этим, как бы, заняться здоровым образом жизни Поплавать, оздоровиться Вот, планируется на летний период времени Крышу раздвигать в теплое время Такое сооружение даже не то, что в Пенинской области Мне кажется, у нас в России первое будет Поэтому мы этим, как бы, гордимся Что у нас будет такое спортивное сооружение И надеемся, что будет пользоваться большой популярностью Среди наших горожан Вот Ну, то есть любой горожанин может запретить И не только покупаться, но и позагорать вот здесь вот Да, мы планируем, что это будет именно выглядеть так Вот, и каждый для себя получит положительный заряд бодрости для себя Вот Ну, а если говорить о технических характеристиках самого бассейна Как вот спортивного объекта Какими возможности он располагает, будет располагаться? Ну, будем говорить, что вот это вот как раз и есть самое основное помещение Это помещение большого бассейна Вот, это большая чаша бассейна Длина дорожки 50 метров Ширина 21 Вот Разноуровневое дно будет На глубокой части глубина будет составлять 2,20 А на мелкой части 1,60 Значит, как мы видим Боковые бортики У нас будут переливные Они будут находиться Ну, на одном уровне С обходными дорожками Вот А торцовые выведены для того, чтобы там можно было смонтировать 2 стартовых помоста Значит, здесь предусмотрены трибуны Если мы сейчас пройдем немножко вот вперед И Обратим внимание вот То, что находится за нами Вот здесь Предусмотрено, да Вот наверху Здесь будет несколько рядов Трибун Где будут размещаться наши зрители И Я думаю Не только проведение там открытого перенства Вернее Перенства с дюшор нашего Городские соревнования Могут вместить всех желающих зрителей Но и областных соревнований И каких-то Всероссийских матчевых встреч Вот И Даже Как бы планируем проведение Здесь соревнований Приволжского федерального округа Вот Которые могут принять там до 600 участников Спортсменов Ну и Зрителей, конечно же Впереди короткая реклама А вот о чем расскажем Во второй части программы Новые контейнеры Новые правила В один контейнер выбрасывается пластик Во второй твердые бытовые отходы В городе устанавливают Современные мусоросборники Три куба мусора вмещают Как правильно выбрасывать отходы Теперь знают даже дети Приходим с спектаклями, с беседами Великий и могучий Лизейки с матерацией Речи и мужиков Где могут научить плохому Есть хорошее место Под названием детский садик Невоспитанность Или национальная особенность Секрет мата русского Еще не расшифрован И когда переходят С русского на русский Прорвало, накопилось ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 28 ноября Дом молодежи 20 часов Дискотека Радио Заречный Наше время Не пропусти 28 ноября 20 часов Дом молодежи Дискотека Радио Заречный Наше время Наше время Не пропусти Газовая служба Гассервис Пенза Производит установку Газовых счетчиков Специалисты Гассервис Пенза Имеют серьезный опыт работы И всю необходимую документацию Установка производится В удобное для вас время Гассервис Пенза ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Из-за нескольких Неплотно закрытых кранов За месяц высыхает Небольшой водоем В этом году в городе появилось еще шесть площадок С контейнерами заглубленного типа В первую очередь их устанавливают вблизи домов Где нет мусоропроводов А жители выбрасывают мусор в обычные баки Новые контейнеры не портят внешний вид города И к тому же даже в жару они не источают зловоние А ветер не разносит из них мусор Баки предназначены для раздельного сбора отходов О том, как правильно выбрасывать мусор Знает Дмитрий Балясников Заречный первый в Пензенской области Населенный пункт Где начали устанавливать контейнеры заглубленного типа Их в городе сейчас более 150 В отличие от привычных нам контейнеров Они не портят общий городской вид И отмечают всем строгим санитарным нормам И предназначены для селективного сбора отходов В один контейнер выбрасывается пластик Во второй твердые бытовые отходы А в третий бумагу Несколько лет назад Когда в Заречном планировали программу По внедрению селективного сбора бытовых отходов Из горожан мало кто верил Что от нее будет прок Сегодня активные жители встают в очередь На установку у себя во дворе экологичных контейнеров В этом году смонтировали 6 площадок Внешне они конечно в принципе отличаются от предыдущих площадок Но принцип у них такой же Там в каждом контейнере есть мешок заглубленный Который способен вместить отходы в зависимости от объема Либо 3 куба мусора вмещает Либо 1,3 маленький контейнер для стекла Крышка она несколько принципиально отличается Она может быть более легче открывается Ну цветовое решение немножечко может быть здесь другое Таблички уже смонтированы с трех сторон контейнера Как бы они уже лучше просматриваются для потребителей Мусор из контейнеров нового типа забирает специальная машина Таких в Пензенской области больше нет У отечественного КАМАЗа бункер итальянского производства А гидравлическая стрела немецкая На данный момент у нас 49 точек площадок На каждой площадке по 4 контейнера И в среднем на одну площадку сколько по времени уходит? Если на заглубленных где-то минут 10 Пока развернешься, погрузишься, свернешься Где-то 10 минут А потом мусор вот вы сейчас собираете весь, да? Как бы он расфасован, бумага и так далее А куда ведь все вывозится? Ну ТБО на полигон вывозим на утилизацию А бумага, стекло, пластик Там также на полигоне есть линии по переработке В ближайшее время в городе должен появиться еще один мусоровоз Так как мест, откуда нужно забрать мусор С каждым годом становится только больше Контейнеры устанавливают так, чтобы их было удобно обслуживать А горожанам ими пользоваться Причем теперь при проектировании площадок Учитывают интересы и маломобильных зареченцев Везде сделан удобный подъезд Чтобы человек с ограниченными возможностями Также мог свободно пользоваться данной контейнерной площадкой В принципе, это у нас на всех шести площадках предусмотрено Однако приучить жителей разделять бытовые отходы непросто Законопослушным европейцам на это потребовалось около двух десятков лет В нашем городе о том, для чего нужно сортировать мусор Теперь объясняют с детского сада В течение года в детских садах мы приходим с спектаклями, с беседами С презентациями о том, как правильно разделять отходы Но уже дети сами научились И уже, мне кажется, даже взрослых учат, как правильно разделять отходы Ребята постарше сами участвуют в экологических акциях Они раздают информационные листки и буклеты на улицах города Убирают лесопарковые зоны По сравнению с муниципалитетами региона В Заречном для улучшения городской экологии сделано немало Специалисты уверены Бережное отношение к природе может приносить доход Раз уж у нас город эту инновационную систему себе, скажем так, взял на вооружение Нам, конечно же, необходим завод по переработке отходов Чтобы сортировка отходов была более качественной Работа в этом направлении ведется Мы надеемся, что такая сортировочная линия, по крайней мере, в нашем городе Обязательно появится в ближайшее время Новые предприятия – это дополнительные рабочие места Город сможет экономить значительные средства на вывозе бытовых отходов на свалку Правда, это возможно только в том случае Если выбрасывать мусор правильно, будут все горожане Это еще не все О том, что еще произошло в городе, буквально в двух словах В коротком дайджесте До наступления холодов сотрудники Госпожнадзора провели рейд в частном секторе Они напомнили о правилах безопасности во время отопительного сезона И рассказали, что делать, если возгорание все-таки произошло Такие рейды целесообразно проводить регулярно Чтобы люди не забывали о потенциальной опасности Которая несет с собой открытый огонь, электричество, газ В городе выпал первый снег На улице вышла снегоуборочная техника Зимой на уборке города задействуют более полусотни машин После того, как прошел снегопад Мы обработали все проезжие части дорог пескоотрясами, песко-соляной смесью То есть как сработала песко-соляная смесь После полутора часов, согласно технологическому процессу После этого выехали брейдера, МДК, то есть машины комбинированные Первокурсники Зареченского технологического института прошли посвящение в студенты В этом году на очное отделение зачислили около 120 человек Мы всем им рады Всех стараемся занять чем-то, помимо даже учебы Вот сегодня у нас большое мероприятие посвящение первокурсников студенты И почти 50 человек у нас на сцене В организации летнего отдыха школьников администрацию Заречного признали лучшей среди муниципалитетов региона Городские лагеря в областном конкурсе завоевали 5 призовых мест За первое место дипломом награждается детский оздоровительный лагерь «Звездочка» Дворца творчества детей и молодежи города Заречного В дни осенних каникул в Заречном будут работать три детских оздоровительных лагеря Загородный «Звездочка» и два на базе школ Заречного В них смогут отдохнуть свыше 200 человек Все путевки предоставляются в осенние лагеря бесплатно И в городские лагеря, и в долг «Звездочка» Но в «Звездочку» естественно будет доплата за проезд и охрану Дворец культуры «Современник» открыл новый творческий сезон В объединениях ДК занимаются около 2000 горожан У нас появился новый ансамбль, новый танцевальный коллектив Бального танца, которым руководит друкер Алена Появилось еще много хобби-групп для взрослых Завершился фестиваль творчества пожилых людей «Я вам дарю тепло своей души» В конкурсе приняли участие более 200 человек Репетировались, старались, подготавливались И все-таки принимающие относимся, все-таки у нас возраст за 65 и за 70 И поэтому мы не хотим отставать от молодежи, выглядеть как молодые В новом сезоне любительская хоккейная лига «Заречного» Стартовала только в двух дивизионах – любитель и лидер Изменения произошли и в положении о проведении матчей В дивизионе «Любители» в этом году мы заменили буллиты удалением Мы думаем, что игра за счет этого, наверное, будет все-таки более зрелищной и интересной А небольшие изменения коснулись названий команд На международном турнире в Сербии зареченские тхаквандисты завоевали две серебряных медали Вице-чемпионами турнира стали Артем Сусоев и Андрей Андрюшов В городе стартовал бильярдный турнир по комбинированной пирамиде Соревнования посвятили десятилетию городской школы бильярда На этом турнире заявилось самое рекордное количество участников Пока что на данный момент является эта цифра 48 Есть такое выражение Мы матом не ругаемся, мы на нем разговариваем И действительно, ругательные слова настолько прочно вошли в оборот Что никакими запретами от них не избавишься Нет-нет, даже у людей культурных и образованных Да и проскочит крепкое словечко Да что там современные поколения И у классиков русской литературы Непечатное слово тоже бывало в рифму Русский мат Он повсюду На улице, в кино, песнях, книгах, по телевизору Кажется, без него не обходится ни одна часть нашей жизни Куда бы вы ни отправились, что бы ни делали Все сопровождается крепким словцом При этом считается, что ругаться матом плохо И это характеризует человека не с лучшей стороны И необразованные, и хулиганы ругаются В общественных местах только невоспитанные, наверное Взрослые люди Сейчас и девки матерятся Хрящие мужиков У которых, так сказать, через слово мат идет И такие есть Вот этих я не понимаю Все Поехали Среди них есть те, кто крепкое словцо использует как художественное средство Лидер группы «Питоны 3000» Михаил Кривов считает В одном матерном слове можно уместить столько На что классикам литературы потребуются абзацы текста Для меня так оно и есть Потому что именно там потребуется одно слово, нехорошее Для меня вот именно этим словом можно назвать, обрисовать ту ситуацию По-другому просто никак Синонимы никакие не подходят И именно та эмоциональная окраска, именно тот посыл Обозначает ситуацию, которую я хотел бы передать «Питоны 3000» существует с 2008 года Записали два полноценных альбома и сняли три клипа Группы регулярно гастролируют по Поволжью И что же скажут на этом мальчики? Нет романтики, нет романтики Новый конец, встречаем суббота Движение сон В семье музыканта употреблять непечатное слово было не принято Но, как и большинство, в детстве попал в плохую компанию Я не узнал ничего ни из кино, ни из фильмов Весь хорошее место под названием «Детский садик», В котором мои собратья, младшие, мне все дали понять сразу Объяснили на пальцах и не только Музыкант говорит, что в раннем творчестве Ненормативной лексики в текстах было намного больше Сейчас нехорошие слова в песнях старается не использовать И даже записал последнюю матерную песню о любви Русский мат уникален Его многообразие и история происхождения не перестают интересовать ученых и лингвистов Мат существует тысячи лет Тысячи Лингвисты говорят, что корни, которые, кстати, явно выражены, этимологию имеют Некоторые из неприличных слов, нецензурных слов Восходят даже к индоевропейскому языку Кто придумал, а главный первым написал слово из трех букв, конечно, неизвестно Однако с тех пор оно, как и несколько других слов, прочно входит в список, если не самых часто употребляемых То, пожалуй, самых известных Даже иностранцы, приезжая в Россию, в первую очередь интересуются именно такими словечками Но нам и этого мало Мы постоянно придумываем новые матерные выражения В итоге русской нецензурщины хватило уже на целый четырехтомный словарь Несмотря на запреты и в целом негативное отношение общественности Мат удивительно живуч Специалист объясняет это просто Мы просто не можем без нецензурных выражений Секрет мата русского еще не расшифрован Этот секрет еще не раскрыт Потому что другие слова тоже могут выполнять эти же функции Однако не выполняют Все-таки вот есть в этом что-то такое, что нужно людям Найти человека, который бы ни разу в жизни не матерился, практически невозможно Вот и главный режиссер Зареченского театра юного зрителя признается Было дело, правда, давно В молодости Виктор Бояров от театра был далек После института он работал на стройке прорабом Рассказывает, бывало очень сложно объяснить рабочим из Узбекистана, что нужно сделать Они или мало понимали по-русски, или как бы не хотели бы понимать Вот я их в течение минут 40, наверное, объяснял, что вот нужно это сейчас сделать Они мне говорили, что у них там построение, им нужно идти в часть И вот тогда прорвало, накопилось И я сам себе удивился Правда, с тех пор Виктор Николаевич лишнего себе не позволяет Да и с подчиненными в последнее время везет Впрочем, как человек творческий, главный режиссер ТЮЗа Использование матерных слов в постановках допускает Это как отрицательный пример И если он используется в каких-то экстремальных случаях То тогда он может быть несколько даже и оправдан Вне творчества вопрос о ненормативной лексике решается однозначно Кодекс об административных правонарушениях говорит Либо штраф от 1000 до 3 за оскорбление личности Либо административный арест до 15 суток за хулиганство Однако и тут есть сложности В Заречном из семи дел об оскорбительных высказываниях До суда дошло всего одно Сложность именно доказать в том, что были высказаны оскорбительные слова Нужны свидетели, которые подтвердили это Материться или нет, конечно, каждый решает для себя сам Специалисты говорят, что явление это неискоренимо Потому как эти слова выражают не столько смысл Сколько настроение и эмоциональное состояние человека Однако, признайтесь, в последнее время многие стали вести себя через чур вызывающе У меня внутри ощущение, что я иду по помойной яме По свалке, со зловониями под ногами Грязь, хлеб очень для моего уха Это не знаю Я думаю, что нужно иметь все-таки уважение к другим В любом слушателе, какой бы ты такой разухабистый не был Такой весельчак Если появляется третий человек, то ты не можешь найти его отношения Есть слова, которые без нецензурной брани могут быть так сказаны И резче, и хуже окажут воздействие на человека, чем утершинное слово Это вещь такая сакральная и такая интимная Что это точно так же, как некоторые вещи личной гигиены Интимные вещи не должно быть достоянием общественности Специалисты, да и просто здравомыслящие люди уверены Без мата наш язык потеряет много ярких акцентов Это не просто слова, а способ мышления Одна из неотъемлемых частей загадочной русской души Которую все же не стоит так сильно выставлять на показ Я сестру теперь кончаю и гармошку на плечо Попросите горячо, да я вам спасаю На сегодня это все Я с вами прощаюсь Итоги за неделю подведем уже в следующую субботу в 19.30 на канале Заречный До встречи Редактор субтитров А.Семкин